Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по Боговдухновенной псалтире. И мы читаем группу псалмов «Песнь степеней» или «Песнь ступеней». Я объяснял ранее значение этого надписания. Оно одинаковое по септуагенте, по церковнославянски и по еврейски. Итак, 125-й псалом, он небольшой, шесть стихов, и начинается он словами «Когда возвратил Господь плен Сиона, как мы были утешены». Плен Сиона – это необязательное освобождение из Вавилонского пленения. Это, прежде всего, освобождение Иерусалима. Поэтому мы уже говорили об этом ранее. Есть две версии, что «Песни степеней» связаны со днями царя Давида и со днями после Вавилонского освобождения, то есть со днями, которые относятся уже ко второму храму, к началу его восстановления. «Когда возвратил Господь плен Сиона, как мы были утешены». Действительно, момент освобождения – это очень знаковый, радостный момент. «Когда наполнились уста нашей радостью и язык наш весельем». Уста наполняются радостью, когда мы с радостными молитвенными восклицаниями обращаемся к Богу. А чем же это отличается? «Язык наш веселья», когда мы не можем просто говорить, мы начинаем петь, воспевать. Это и есть веселье языка. «Тогда говорили по-славянски рекут, тогда говорили среди народов, то есть других народов, Великий Господь сотворил с ними». Потому что, увидев, как Иерусалим становится столицей еврейского народа, или увидев воссоздание Иерусалима после ассирийского, вавилонского пленения, народы были поражены, что такое произошло. «Великий Господь сотворил с нами, мы веселились». А тут такая композиция, как будто Великая, сотворенная Богом с нами, заключается в том, что мы веселились. А в чем тут величие, если мы оказались в веселом состоянии? Имеется в виду, из ужасно депрессивного состояния, из состояния полного ступора духовного, вдруг духовная веселость завладела нами, радость и веселье. Вот в этом чудо, что Господь смог как бы оживить нас, потому что в скорби, в образах псалтыри, человек как бы уже сошел в ад, и из глубины преисподней, Шеола, из могилы, пытается взывать к нему, а тут уже радость и веселье. Разве это не чудо? Поэтому и сказано, Великое Господь сотворил с нами. Мы веселились. Возврати, Господи, пленных наших, как потоки. Этот стих склоняет нас к мысли, что все-таки речь идет о псалмах, которые написаны после Вавилонского пленения, хотя можно и так говорить, можно говорить иначе. Возврати, Господи, пленных наших, как потоки, как потоки, почему такой образ? Потому что вода в жарком климате – это что-то вожделенное, что-то очень желанное, и когда она приходит на иссохшую землю, она оживляет эту землю. Как потоки, влечешь южным ветром. Как потоки, влечешь южным ветром. И по Феодориту Кирскому, по многолюдству и собранности пророк уподобляет евреев бурному потоку, испускаемому дождем и гонимому влажным южным ветром. Такое объяснение нам предлагает Феодорит Кирский. Влажный южный ветер – это несущий с неба влагу, который всегда является символом божественного откровения. Ибо роса небесная – это тоже образ собеседования Бога своим творением. И далее мы читаем 5-6 стих. «Сеющие со слезами пожнут с радостью». Эти слова перекликаются со словами из Евангелия. «Претерпевшие до конца спасются». И последний стих этого псалма. «Уходящие уходили и плакали». То есть, когда они покидали это святое место. «Бросая семена свои, а приходящие придут с радостью, собирая снопы свои». Златоуст и Зигабен дают такое объяснение. «Уходили в Вавилонский плен со слезами, а возвращались с радостью, сознавая благодетельность плена». Что это за благодетельность плена? Имеется в виду, что Бог попускает нам испытания с единственной целью нас усовершенствовать. И недавно я общался с одним человеком, который вышел из места заключения, где он находился почти полтора года. И когда я его спросил, «Ну, как вы сейчас оцениваете это время?» То есть, его как бы оправдали, освободили. Он говорит, «Сначала, когда я оказался там, я был очень напуган, сломлен. Но вот сейчас, оборачиваясь на это время, я вижу, что это, наверное, был самый лучший период в моей жизни». Я спросил, почему. Он сказал, «Ну, наконец-то я Библию прочитал целиком, от начала до конца». И я читал очень много литературы, я очень много молился, и я чувствовал, как Господь буквально держит меня в руках своих. Поэтому вот этот образ, что уходящие плакали, но бросали с надеждой семена в землю, думая о том, что дети вернутся, для них должен быть урожай, а приходящие, которые приходят с радостью, уже собирают в снопы свои, то, что посеяли родители своими слезами.